Джавид, второй день находится в заключении за решетками И завтра у него будет суд И сейчас лежал дома Джага обычно в 2-3 часа ночи приезжает домой Я сейчас лежал И так хотел, чтобы он зашел домой Продолжаем тему нашумевшего стадионного турнира Hype Fighting Точнее стадионного турнира, который так и не состоялся Недавно в социальных сетях Лиги был опубликован большой пост Если коротко, содержание его следующее Мы побили всевозможные рекорды по продажам, онлайну и так далее Мы создали самый популярный промоушен на просторах СНГ И не заработали ни копейки, уходя каждый раз в минуса Но даже сейчас не собираемся унывать А некоторые из бойцов в шутку или может на полном серьезе Признались о том, что знали заранее об отмене турнира Именно по этой причине Али Хайбати аккуратно обошел это мероприятие Уверяя, что здесь точно не замешан Анатолий Сульянов О том, что турниру не суждено было состояться Знал и Ибрагим Исламов, но подробности раскрывать не стал Вы в курсе из-за чего отменили на первого должен был быть? Ну насколько мне известно Они перенесли его из-за того, что решили побольше зал взять? А вот и нет, а вот и нет Тогда эксклюзив спят, не кархо Эксклюзив будет, если моя карта пополнится Без других эксклюзивов Запрещено мне говорить об этом Я понял, но какая-то причина в итоге есть, я так понимаю Конечно, да, не просто так это все Возвращаясь к теме Сульянову Альфредо Если вам интересно, попробуйте в этом немножко поковыряться Заходите в интернет, забиваете там товарный знак Товарный знак там хардкор И вам высвечивается, кто этим товарным знаком владеет Это общедоступная информация А потом нажимаете на эту компанию Смотрите, какими еще товарными знаками она владеет И вылезает интересный факт В последние дни активно обсуждается информация, что с недавних пор торговая марка Hype Reality принадлежит ООО HFC Entertainment Генеральным директором которой является Сульянов Юрий Анатольевич По совместительству отец, сами знаете кого В общем, выводы делайте сами Так вот, неутомимый менеджер бойцов Виталий Тарасов рассказал, что в куларах мероприятия состоялись переговоры между представителями Лиг Хайпа и Хардкора О деталях этих переговоров остается только догадываться Друзья, всех приветствую Ну что, день только началась, но уже такое большое количество новостей у нас Вчера отменился хайп, находился я там, поэтому наблюдал это все вживую Видел, как буквально с начала эфира подошел человек к огону и сказал, что тут не отменяется В принципе, так и получилось Причины мы не узнаем, но могу предположить, что это связано с каким-то количеством не сданных документов Касаем последствия Последствия, я думаю, непростые как для самого хайпа, так и для бойцов Для самого хайпа понятно, что предполагаю, что будут разговоры непростые с партнерами Возможно, перейдут на формат закрытых турниров, что бывает в таких ситуациях, что не надо проводить Но пока никаких новостей нет Теперь касаемо спортсменов, тут все сложнее, потому что ребята уже дважды сделали вес и остаются без боев Знаю, что ночью была встреча команды Хардкора и команды Хайпа Не знаю, смогут ли договориться или перенести какие-либо пары к себе на турнир Возвращаясь к посту выше, Лига Хайпа обещала, что найдет решение, как провести турнир Как говорится, поживем увидим А вот один из главных кандидатов на переход в организацию Альфреда, Джавид Рзаев, снова столкнулся с очередной проблемой Младший брат костюма Сеймур рассказал неприятную новость Джавид находится за решеткой в ожидании суда Джавид второй день находится в заключении за решетками И завтра у него будет суд Возможно, мне не нужно было выходить на связь и публиковать это все Но я вам сейчас немножечко расскажу предысторию Джага натворил очень много глупостей Из-за того, что от незнания жизни и от своей глупости жизненной Он говорил очень неправильные вещи В погоне за хайпом он попал в очень большую яму Но я знаю Джавида с другой стороны Он мой родной брат, я его очень сильно люблю Я знаю, какой он очень душевный и сердечный человек Я знаю, что эту сторону он не может показывать публике Потому что тогда его не будут замечать И я сейчас лежал дома Джага обычно в 2-3 часа ночи приезжает домой Я сейчас лежал и так хотел, чтобы он зашел домой И возможно в ближайшее время его не будет с нами Я просто знаю, что сейчас будет куча негативных комментариев Но поймите меня с другой стороны Оказалось, ничего общего с громким инцидентом на хардкоре здесь нет 10 ноября Арзаев устроил драку в одном из саратовских кафе Против него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» И ближайший месяц он проведет в СИЗО, сообщает СМИ Непутевого треш-токера в комментариях поддержали не только его земляки в лице Фарида Ядулаева и Али Мардалиева Ну и Джахар Мажидов, а также Назир Кишуков Да, нелегкое бремя нынче ложится на плечи бойцов PopMMA Надеюсь, все обойдется и будем ждать благих новостей Как вы считаете, заслужил ли костюм из Дубая такой участи? И какова вероятность, что его могут закрыть надолго? Пишите ваше мнение в комментариях Не скупитесь на лайки и обязательно подпишитесь на канал, чтобы всегда держать руку на пульсе самых горячих событий в нише MMA Субтитры сделал DimaTorzok